Мы вас пригласили как первого руководителя управляющих компаний, которые успешно прошли сдачу кондиционных экзаменов и по результатам проверки государственной жилищной инспекции признаны соответствующими лицензионными требованиями. И, собственно говоря, вы требуем управляющих компаний, которые у нас на территории региона Тульской области признаны квалифицированными сотрудниками и надеемся, что дальнейшая ваша деятельность будет направлена на создание цивилизованных отношений между вами и непосредственно собственниками квартирных домов. Всем вам надо понимать, что получение лицензии для вас – это не какое-то всепрощение, не какая-то буквальная грамота, почетная, не какая-то амнистия. Прежде всего, получая лицензию, вы соглашаетесь работать в более жестких, более ответственных условиях. Это прямо ваше. Следующая компания. Следующая компания. И ООО ЖУ номер 7. Начнем с того, что цифра 40 управляющих компаний, которая появилась в качестве заголовка на одном из сайтов о том, что эти управляющие компании не получат, это, мягко говоря, нецетоверная информация, которая на этом сайте приведена. Если говорить о этих 40 управляющих компаниях, то, безусловно, они, не успев подать вовремя документы на лицензирование, лишаются права управления домами, которыми они обладают, но в то же время ничто не мешает им обратиться за лицензией. Другой момент, что лицензии они уже будут получать не именно дому с управлением. Те, кто сегодня получил 14 управляющих компаний, можно сказать, что они уже получили. Еще по 36 управляющим компаниям сегодня заседала лицензионная комиссия и принято решение. Из 36 управляющих компаний, 2 управляющим компаниям отказаны, 34, соответственно, лицензии должны получить. Если управляющая компания лицензию не получает, то в соответствии с действующим законодательством она в любом случае до 1 мая должна осуществлять свою деятельность. Она может осуществлять, поскольку лицензированная деятельность начинается только с 1 мая. Соответственно, до 1 мая указанная управляющая компания может продолжать осуществлять управление этими домами. С 1 мая уже будут осуществляться проверки в рамках композиционного контроля. Там действительно достаточно серьезный штраф, но там уже сотни тысяч рублей идет за деятельность без лицензии.